коллеги добрый день как хорошо меня слышно поставьте плюсик пожалуйста в чате если слышите меня хорошо прекрасно ну что для тех кто впервые присутствует на вебинаре еще раз назовусь меня зовут колеников павел юрьевич я руководитель учебно-методического центра компании директ медиа чей основной бренд университетской библиотеку онлайн я сегодня представляю на нашем четвертом вебинаре из цикла вебинаров которые состоятся которые состоялись в ноябре и будут продолжены в декабре еще одним вебинаром сразу хочу сказать что последний вебинар будет доступен будет будет проводиться 8 числа во вторник в три часа дня сейчас я вам дам кто еще не зарегистрировался или не знает про него ссылочку на нашу новость в которой вы можете зарегистрироваться на этот вебинар последний вебинар буду проводить не я будет проводить константин николаевич костюк руководитель университетской библиотеки онлайн генеральный директор компании директ медиа и возможно значит на этом вебинаре хочу анонсировать возможно на этом вебинаре в качестве приглашенного гостя будет присутствовать известный медиа аналитик иван засурский вот так что сто процентов пока гарантировать это не можем но он дал предварительное согласие на участие в этом вебинаре так что будет достаточно интересно приходите во вторник послушать константина николаевича сегодняшний наш вебинар предназначен для преподавателей конечно и для библиотекарей тоже но прежде всего для преподавателей мы опишем сегодня те возможности которые в университетской библиотеки онлайн есть для преподавателя причем не ограничимся электронной библиотечной системой но расскажем и о других проектах которые есть вокруг университетской библиотеки онлайн те которые могут пригодиться преподавателю и которые могут служить под спорем его работе в его работе со студентами давайте вот пойдем значит я хочу хочу сразу сказать что те люди которые присутствовали на других презентациях моя сегодняшняя презентация она такая сборная посвященная преподавателям и многое из того что я сегодня буду говорить вы уже видели так что просто имейте ввиду что это я показываю для тех кто впервые присутствует на нашем вебинаре сегодняшнем коллеги пару слов о нашей компании мы занимаемся интеграции и агрегированием контента очень давно еще в начале двухтысячных годов мы начинали как издательство электронные издательства издавали компакт-диски с различного содержания по искусству литературные звуковые книги и так далее вот то есть с контентом мы связаны мы работаем уже очень давно и как издательство и как электронное издательство в 2007 году у нас появилась университетская библиотека онлайн и с тех пор мы развиваем этот бренд вот уже восемь лет кроме того надо указать наверное то что мы являемся еще и традиционным издательством в частности мы работаем с издательством комсомольская правда совместно и у нас совместный тираж наших изданий превысил 10 миллионов экземпляров ну и начиная с позапрошлого года мы уже превратились в такой как бы это сказать набор сервисов связанных друг с другом который называется библиоклуб в которой входят конечно электронная библиотечная система университетская библиотека онлайн интернет магазин электронных книг система дистанционного обучения мудл и несколько проектов о которых я позже расскажу открытые проекты нашей компании на которые тоже стоит обратить внимание потому что они являются если не напрямую является образовательными проектами то являются проектами которые могут использоваться в обучении и которые я предлагаю вам активно использовать ну давайте я вот вкратце опишу какие проекты у нас есть это не полный список ну конечно прежде всего это университетская библиотека онлайн о которой сегодня пойдет основная речь вот сейчас вот университетская библиотека приобрела вот такой вот вид с сентября месяца это новый дизайн который мы разрабатывали почти почти год весной этого года он появился как не основной на него можно было переключиться мы его дорабатывали из сентября месяца он стал основным нашим дизайном теперь наш дизайн как это принято нынче плоский контрастный простой и как мне кажется наша электро университетская библиотека онлайн приобрела новое качество теперь тут гораздо проще все найти и гораздо все интуитивно понятнее ну пару слов о нашей библиотеке да это габаритные параметры более 450 вузов подписчиков у нас это почти 25 процентов рынка электронных библиотечных систем у нас агрегировано более 400 издательств аудитории почти 2 миллиона учащихся и почти четверть миллиона книгообращений в год у нас происходит второй по сложности как долго планируется поддерживать старый интерфейс вы знаете у меня сейчас нет такой информации ну я думаю что пока он будет поддерживаться что вам так там нравится что чего нет в новом родить ради чего вы хотели бы так за него уцепиться и не переходить на новой если есть какие-то специфические функции которые только в нем и пока не ну я хочу сказать что вы нам пожалуйста напишите что вам не хватает в новом мы тогда это передадим нашим разработчикам чтобы они поиск работает пока не как вот это интересный вопрос у меня вроде все нормально работала да вы пожалуйста я призываю если что-то работает не так как вам хотелось бы или на ваш взгляд некорректно вы это не держите при себе опишите ситуацию напишите в нашу техподдержку либо вот прямо сейчас можете написать в чат и мы это используем для анализа ситуации и для того чтобы улучшить наш новый дизайн ну и я хочу сказать что если что-то вдруг в новом дизайне еще не реализовано то он точно не будет отключаться деть до тех пор пока все сто процентов не будут реализованы ну на мой взгляд вот как я работаю вот в бс мне нового дизайна вполне хватает а вот вот этот вопрос мне не совсем ясен что вы имеете ввиду как подтверждаются давайте так вы свой развернутый вопрос напишите либо мне по почте либо в техподдержку я просто пока не совсем понимаю о чем идет речь вот и мы вам обязательно ответим на этот вопрос давайте пока хорошо давайте так я вот эти ваши то что вы написали в чате я может быть на каждой из них отвечать не буду но я попрошу коллегу который у нас тут присутствует андрея все это записать и сконфигурировать и мы это отошлем нашим разработчикам все а 3 вы знаете я по ходу вебинара не хотел бы это делать давайте да вы все пишите обязательно если вам я вам не ответить это электронные курсы эта система дистанционного обучения об этом проекте отдельно мы поговорим ну здесь я просто хочу сказать что раз мы агрегируем контент нам интересен конечно контент не только книжный но и другие формы электронного контента сейчас как известно разные учебный контент он многообразен да он приобретает формы не только учебника учебного пособия но электронного учебного курса учебного ролика ну и много разных других форм существует вот мы хотели бы агрегировать и работать с любыми формами поэтому мы в качестве смежного проекта имеем проект системы дистанционного обучения в которой вы как преподаватели можете работать об этом я отдельно расскажу есть у нас проект который называется бизнес библиотека это проект для наших корпоративных пользователей некий аналог университетской библиотеки онлайн в разрезе корпоративных пользователей есть у нас хороший замечательный проект отдельно о нем поговорим не буду сейчас говорить это от портал и от и артотека есть энциклопедический ресурс под названием энциклопедию ну и есть интернет-магазин электронных книг в котором агрегируются почти все те книжки которые есть в bs есть в интернет-магазине и там их можно скачать ну почти все но не все то есть интернет-магазин электронных книг он в чем-то шире а в чем-то уже и bs и в нем в основном чем этот интернет-магазин отличается от других интернет-магазинов таких как литрес или других которые продают разные виды литературы мы в основном занимаемся научно-популярной интеллектуальной литературой нон-фикшн и вот в этом разрезе у нас очень много разных книг у нас вот такая специализация такая ниша так что заходите в наш магазин и там можно приобрести книжку уже скачав и они просто смотря как в бс в онлайне ну и вот те самые тот самый проект комсомойской правды это коллекции великие художники музея мира великие поэты кухни народов мира это бумажные коллекциях бумажных книг хорошо изданных альбомы а в последнее время мы начинаем работать с этими с этим контентом еще и в электронном виде но кроме того что эти все книжки есть в нашем интернет-магазине мы начинаем делать проекты артотеки в совершенно в новом интерактивном ключе подаем эту информацию об этом проекте я чуть позже расскажу да я совсем забыл сказать что как обычно все материалы нашего вебинара представлены справа на вкладке общедоступные ресурсы давайте вот те кто не был раньше на моих вебинарах я еще раз поясню вкладка общедоступные ресурсы насходит находится примерно вот здесь сейчас я нарисую стрелочку справа от основного поля у тех у кого это вкладка в настоящий момент отсутствует ее надо включить включить ее надо примерно вот здесь вот я показываю примерное положение кнопочек значит вот там вот располагаются кнопочки управления вашей комнатой вебинара такие кнопочки как поднятая рука смайлик и еще одна кнопочка есть которая на которой нарисована желтая папочка такая вот если вы на это на эту кнопочку нажмете то тогда у вас появится появится вкладка не вкладка окошечко общедоступные ресурсы так вот когда у вас это окошечко появится вы там увидите две презентации которые можно скачать одну презентацию которую вам сейчас виде вебинара рассказываю вторая а второе я скажу чуть позже эти презентации можно скачать нажав на кнопочки с изображением дискетки перед названием и еще есть три ссылочки которые которые хотел бы поговорить если вы их откроете нажав на изображение земного шарика такой вот кнопочку то увидите несколько ссылок вот одна из этих ссылок как раз и говорит о том о чем я сейчас вам говорю о примене по примере проекта сортотеки но мы чуть чуть попозже подробнее поговорим и эти ссылочки я вам дам еще и в чате просто имейте ввиду что вот вот эти вот пять строчек они у вас присутствуют и вы их пожалуйста все по открывайте или с или скачайте если необходимо ну что ж идем дальше да кроме того что мы работаем с издательствами обычными мы работаем с вузовскими издательствами у нас более 2000 вузовских изданий вузовских авторов насколько я помню около 100 вузовских издательств у нас представлены вот таким образом мы работаем с вузами не только в сторону как библиотека но и как электронное издательство тоже и так что я хотел бы вот вам рассказать по поводу нашего я вот всегда показываю вот такие вот несколько кадриков значит по категориям наших пользователей по ролям нашей электронной библиотечной системы значит ну самый главный пользователь нашей университетской библиотеки онлайн это студенты потенциальная аудитория почти 2 миллиона человек много контента для них удобный функционал простой и удобный особенно он стал проще после вот внедрения нового дизайна ну и дополнительные возможности это интернет-магазин система дистанционного обучения и мультимедийный контент основная категория вот вы знаете все категории основные только по-разному да студенты это наша конечная аудитория да преподаватели это та аудитория которая без которой к нам студенты не ходят поэтому мы так много внимания уделяем работы работе именно с преподавателями вот этот вебинар сделан специально для преподавателей потому что очень трудно достучаться до студентов непосредственно от от библиотеки если преподаватели не видят интереса в нашей библиотеке то и студенты этого вуза тоже не будут ходить вряд ли они по собственной инициативе но только самые такие настырные зайдут и начнут что-то там искать поэтому наш второй основной контингент пользователей это преподаватели для преподавателей у нас есть ряд специальных сервисов есть публикация индекса цитирования как я же говорил в качестве дополнительного есть сервис электронного обучения есть такая фишка которая называется и без как сервис они я расскажу ближе к концу ну и многие другие вещи на есть библиотекари это наш еще один основной контингент но основной уже по по тому общению которое происходит это просто ведущий наш контингент для него 90 процентов функционала предназначена который скрыто в других формах в других ролях да ну и мы считаем что у нас один из самых продвинутых функционалов для библиотекарей реализована в нашем в нашей электронной библиотеке вот ну так как им было посвящено все остальные вебинары очень много говорить по этому поводу не будем какие есть еще у нас любимые категории наших пользователей но это прежде всего издатель издатели да частности вузовские издатели если у вуза есть хорошее издательство которое само выпускает учебники учебные пособия преподаватели данного вуза то она для нас представляет несомненный интерес и мы можем с вами уже иметь двусторонние связи да не только как библиотека но и как то есть мы можем не только передавать вам возможность пользоваться нашими электронными изданиями но и хотели бы приобретать у вас издание ваших вашего издательства в том случае если права на эти учебники принадлежат вузу а ежели права принадлежат самим автором такое тоже часто бывает договоры разные существуют в вузах да то мы практикуем и индивидуальный подход мы можем общаться с отдельными авторами издавать их книжки в электронном виде помещать нашу библиотеку высылать два печатных экземпляра этой книжки это очень удобно книжка не будучи до книжки присваивается и сбн то есть это настоящее нормальное издание несмотря на то что большим тиражом она не выходит бумажным она появляется в электронном виде но это полноценное издание на него можно ссылаться увеличивать свой ринс таким образом и так далее ну и последняя категория с которой мы которая для нас важна это ваш айти персонал который будет вам помогать ставить нашу систему особенно в тех случаях если какая-нибудь гибкая форма подключения к ресурсу будет реализована с ними мы тоже находимся в хороших отношениях и всегда идем навстречу мы всегда говорим что университетская библиотека онлайн это больше чем и бс во первых потому что мы работаем не только с книгами не но и с различными формами электронного контента с такими как мультимедиа контент аудио контент подкасты различные карты изображения да в общем мы работаем со всеми формами контента которые существуют в электронном виде ну и давайте потихонечку перейдем к функционалу который доступен преподавателю ну вот один из главных элементов функционала это собственно наш наша смотрелка в которой можно книжки читать книжки смотрелка или читалка как удобно по-русски говорить да или книжный браузер вот так он выглядит в новом в новом дизайне в принципе тут все достаточно достаточно органично давайте я включу карандаш и буду рисовать да ну вот вперед назад можно переходить вот так а можно используя вот этот набор инструментов вперед назад на одну страничку к началу к концу либо прямо указываете номер странички здесь можно искать по оцифрованному тексту если таковое имеется в книжки то есть это для всех новых книжек он есть здесь находится основной набор инструментов такой как печать скачивание небольшого отрывка управление масштабом отображения вот эти вот четыре органа дальше и вот такой такой да ну здесь вы можете сообщить нам об ошибке в в книжке какой-то и вот этот вот такой очень интересный значок которым я позже расскажу это как раз значок который позволяет получить код браузера и вставить его в ваш любой документ это вот то что у нас называется bs как сервис и об этом я вам расскажу чуть позже значит смотрите я вам сейчас не буду показывать те видеоролики за исключением одного может быть которые вставлены в мой мою презентацию но если вы эту презентацию скачаете то прямо не выходя из нее вы сможете посмотреть вот эти вот ролики которые учебные ролики которые есть учебные ролики правда пока про предыдущую вещь версию дизайна но по функционалу там практически все так как есть вот тот инструмент который на мой взгляд для преподавателей очень важен называется он поисковые выборки это инструмент при помощи которого можно поиском находить необходимые вам книги в электронной библиотеке и создавать из них выборки которые вы дальше будете использовать сейчас я вам покажу этот инструментарий для того чтобы воспользоваться поисковым инструментом поисковых выборок надо зайти во вкладочку мои события и выбрать да вот вот эта вкладочка последовательно рисую в ней выбрать под вкладку поисковые выборки и у вас появится список ваших выборок если вы уже какие-то выборки делали и пустой список если вы не делали далее это название выборок вот например я сейчас открыл выборку под названием этика которую мы заранее сделали и мы видим что здесь присутствуют две книжки на каждый список кликабельный на каждую из этих книжек можно перейти и посмотреть что она из себя представляет а теперь давайте посмотрим как же этот эту выборку создать но прежде чем перейти к способу создания выборки я бы хотел бы показать как тот же самый инструмент поисковые выборки выглядит сервис выглядит глазами администратора администратора чуть-чуть более насыщенный это сервис да если будучи преподавателем вы видите только свои поисковые выборки вот как как видите тут нет никакого выбора отдельных пользователей только вы то есть вот здесь подразумевается что эти выборки ой прошу прощения очищу что вот эти вот поисковые выборки они все ваши то администратор то есть у вашего библиотекаря видны вообще все поисковые выборки которые в вузе кто-либо делал то есть при нажатии на под вкладочку поисковые выборки на вот эту вторую да вот опять же мы сначала выбираем мои события потом поисковые выборки а а дальше мы можем выбрать из четырех вариантов это мои выборки выборки студентов выборки абонентов и выборки преподавателей и вот мы снова выбрав выборку выборку преподаватели опять попадаем к тем же самым выборкам но уже посредством выбора конкретного человека который эти выборки делал ну а дальше все точно так же так как же эти выборки создается да ну сначала надо осуществить поиск поиск можно осуществить в любом месте например с главной страницы или прямо вот с того места где мы находились вот я для примера привел привел так следующий поиск мне допустим мне необходимо найти все издания старые дореволюционные издания издательство братьев гранат ну вот я здесь написал гранат понятно что по такому расширенному поиску будет много чего найдено ну вот например вот такой вариант как шелест гранаты например да явно это не то поэтому я выбирать это не буду но напишу вам здесь только покажу вам только где это происходит сохранение выборки вот под книжечкой есть такой вот такая галочка выбор сохранить выборки и место для того чтобы поставить флажок или галочку да вот как это происходит значит когда вы листаете выдачу вашей вашего поиска то вы просто отмечаете сохранить выборки вот эти ставите вот эти флажочки как только вы поставили первый флажочек у вас слева от вашего вашей поисковой выборки появляется плавающая кнопка на которой написано сохранить выборку в любой момент вы можете нажать на эту кнопку но можете сразу и не нажимать а полностью просмотреть всю поисковую выдачу и отметить все книжки которые вам интересны например 10 12 там сколько угодно после нажатия на эту кнопочку происходит следующее появляется предложение сохранить выборку в одном из двух видов либо дать ей новое имя и написать вот здесь ее название либо нажать на вот эту вот галочку и получить список тех выборок которые вы уже делали таким образом добавить к ним содержимое вот этой вот выборки ну я создал новую выборку и что мы теперь видим мы теперь видим что вернувшись опять к нашему первому экрану да вот глазами преподавателя как это было да мы приходим к тому что у нас в списке появилась еще выборка под названием гранат и в этой выборке появилась те две книжки которые я выбрал все эти книжки можно использовать и вы эту выборку создали можете и дальше пользоваться ну что ж а вот тут как раз я хотел бы вам показать ролик который демонстрирует все тоже о чем я вам говорил но уже в живом виде ролик правда основан на предыдущем нашем дизайне но функционально он показывает все то же самое давайте я сейчас его открою и мы его посмотрим добрый день меня зовут Павел Калинников и мы снова продолжаем серию учебных видеороликов посвященной работе в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн сегодняшний видеоролик предназначен для администраторов управляющих работой ЭБС со стороны ВУЗа мы продолжаем рассматривать функционал библиотекаря и сегодня мы рассмотрим такой функционал как поисковые выборки снова переходим по кнопке МОЙ ВУЗ и выбираем вот это вот пункт меню поисковые выборки переходим по нему и видим что одна выборка уже создана что это такое в момент когда производится поиск по книжкам может возникнуть необходимость сохранить какой-то список книжек для дальнейшего применения очень удобно его сохранять в виде поисковой выборки вот например только что я зашел как администратор системы и запомнил выборку под названием Гранат тут присутствует три книжки это энциклопедические слова от товарищества Гранат книжка шелест Гранаты видно что здесь она попала случайно я ее отметил просто для того чтобы она попала в этот список и к вопросу об образовании крестьянства в Англии в данном случае эта книжка попала сюда потому что она тоже была издана товариществом Гранат попробуем сделать еще одну поисковую выборку и посмотрим отобразится ли она здесь перейдем в другую вкладочку и поищем какое-то слово ну вот например я напишу слово скорбь мы получили большое количество книжек в том числе вот те книжки которые я искал это книжки 910 и 911 годов книга русской скорби ну здесь присутствует три тома из 13 насколько я помню и вот я хочу их запомнить в в поисковой выборке я их отмечаю перехожу в конец страницы и делаю нажимаю на кнопочку сохранить выборку теперь я должен назвать эту выборку так и назову ее книга русской скорби или или могу выбрать из предыдущих выборок добавить в эту выборку предыдущую но в данном случае я хочу назвать ее по новой я подтверждаю система говорит мне что выборка книга русской скорби успешно сохранена нажимаю на окей теперь перехожу сюда и снова нажимаю на поисковые выборки снова нажимаю на слово администратор это я и вижу что теперь у меня две выборки есть одна выборка из трех книжек и еще одна выборка из трех книжек прямо отсюда я могу перейти к какой нибудь из этих книг и почитать ее вот эта книжечка я могу ее открыть и почитать вот собственно и все о поисковых выборках это очень удобный механизм удобен он не только для администратора и присутствует в функционале не только администратора и библиотекаря но для библиотекаря он особенно важен ввиду того что приходится запоминать в разных списках множества всяких книг которые могут пригодиться для дальнейших применений на сегодня все спасибо за внимание мы всегда рады будем приветствовать вас на нашем учебном канале университетской библиотеки онлайн до свидания коллеги продолжим и давайте пойдем дальше по функционалу преподавателя значит так выборки теперь пару слов о индексе цитирования то что сейчас волнует многих преподавателей без чего иной раз в вузе уже и не проживешь да многие вещи ставятся в зависимости от индекс цитирования того или иного преподавателя ну у нас реализовано здесь отображение вашего ринс того ринс который есть у вас в library если он существует он же отображается и в вашем личном кабинете но для того чтобы он отобразился правильно вам надо задать корректно задать как минимум ваши фамилии имя отчества поэтому подходите к регистрации если у вас саморегистрация преподавателей тогда прошу вас самостоятельно подходить к этому ответственно то есть не ставить ваши инициалы вместо имени отчества тем более не ставить какую-то вымышленную фамилию ставить все как есть в этом случае ну разумеется и при регистрации надо указать ваш ваш актуальный мейл чтобы подтверждение пришло вам на вашу реальную почту вот мы тут в качестве иллюстрации завели такого пользователя как будто он есть в нашей системе это нобелевский лауреат наш российский по физике Алексей Алексеевич абрикосов чтобы посмотреть как как отобразится его ринз и вот что мы получили вот это процесс его его личный кабинет а в этом личном кабинете есть вот такие вот показатели ринз если мы на нем нажмем на эти показатели на них то получаем вот такие вот список показателей актуальных показателей ринз с илайбрари происходит это при помощи специального интерфейса связи между ринз и нашей системой и всегда публикуются самые свежие данные которые есть на илайбрари вот здесь можно посмотреть число публикаций и индекс хирша и все другие параметры наукометрические которые существуют привязаны к вашей вашей фамилии имя отчество есть один нюанс если у вас распространенная фамилия имя отчество и у вас в ринз есть один или более полных тесок да то есть людей точно такие такой же фамилии именем и отчество вам придется скорее всего сделать некое дополнительное действие вы должны будете взять свой идентификатор из илайбрари и руками его прописать вот в этом инструменте то есть нажимаете на вот это вот карандашик и вводите туда свой свой айди и после этого ваш ринз начнет отображаться верно потому что по умолчанию он может либо вообще не схватиться либо взять первого попавшегося вашу вашего тезку и вывести его вот сюда вот для этого есть вот такой вот инструмент причем инструмент этот работает только тогда когда есть есть возможность ошибиться то есть когда однозначно отображается ваш параметр то этот инструмент не работает то есть вы не можете назваться и там ивановым да подсунуть спин от абрикосова да чтобы у вас параметры побольше да например нет это невозможно вот вот так я видимо немножко пропустил да я вижу тут пользователи нашего вебинара отвечает друг другу да действительно я считаю что хорошо было бы сделать именно так как предлагает Марина Константиновна это верно ну что ж далее пойдем значит по поводу ринца вы тоже можете посмотреть наш видеоролик более подробный ну основные моменты я вам указал какие еще есть возможности у преподавателя преподаватель может в своем профиле задать явным образом некоторые учебники которые будут привязаны к его фамилии и студенты которые будут видеть структуру вуза по фамилии преподавателя эти учебники смогут сразу ассоциировать с его именем и соответственно если преподаватель рекомендует какой-то учебник то студент будет знать что рядом с фамилием с фамилии этого преподавателя можно этот учебник найти ну вот я например опять используя фамилию абрикосов выбрал в качестве базового учебника физико конденсированного состояния вот такой вот учебник и добавил его в список базовых учебников и вот как это после того как я нажал на кнопочку добавить вот здесь вот да он появился внизу вот в виде такой вот в виде такой вот надписи так читаю хорошие позиции с зарубежными наукометрическими базами интересный вопрос я думаю что если бы его задали на следующем вебинаре Константина Николаевича было бы здорово но тут прежде всего конечно все зависит от того есть ли инструмент обмен инструмент обмена информации да вот у нашего e-library есть такой инструмент который позволяет просто в момент загрузки страницы вашего профиля обратиться к базе к их базе данных и оттуда скачать самую свежую информацию если такие инструменты да важно чтобы эти инструменты еще и бесплатные были да с зарубежными базами я сказать не могу но конечно было бы интересно но хотя бы потому что наш ринс пока еще недостаточно зрелый да в нем у многих особенно у больших наших ученых индекс хирша гораздо ниже чем есть на самом деле ну вот давайте раз уж вопрос задали да у того же абрикосова например да вот здесь вот индекс хирша 24 а его реально он у него там за 60 если не изменяет память вот ну какой есть мы считаем что наш ринс тоже будет развиваться и это будет все таки у страны должна быть своя собственная система цитирования да нельзя всю жизнь опираться на только на иностранные источники да поэтому мы считаем что она будет развиваться и соответственно и у нас будет все более актуальная информация а еще один интересный момент вы как преподаватели или может быть кто то из вас там заведующий кафедрой там тем более можете помочь еще вот в чем вы можете совместно с вашими библиотекарями создавать книга помогать в создании книгообеспеченности по той или иной дисциплине более того вы можете при этом опираться на рекомендации других вузов которые существуют в нашем сервисе книгообеспеченности вы знаете сервису книгообеспеченности был посвящен весь предыдущий вебинар поэтому я хотел бы просто что наши преподаватели ну вот здесь вот вкратце скажу что это достаточно такой серьезный сервис которым желательно вам работать как преподавателями да разумеется в связке с вашими библиотекарями и я хотел бы чтобы вы посмотрели те из вас кто не смотрел предыдущий вебинар чтобы вы посмотрели сейчас я прямо в чате дам ссылочку на предыдущий вебинар он у нас уже оцифрован и лежит на нашем видео портале вот он посмотрите пожалуйста его это очень интересный сервис и им тоже можно и надо пользоваться по функционалу самой ЭБС для преподавателей мы более-менее закончили а теперь давайте поговорим о том какие у нас есть у вас как у преподавателей есть информационные каналы чтобы до нас достучаться да ну прежде всего это ну вот я вот вот даю такие вот такое деление самая первый первый так этап обороны если вы не знаете что делать зайдите на наш учебный канал на youtube возможно там есть либо вебинар записанный либо специальный учебный ролик который разрешит ваши ответит на ваши вопросы мы активно работаем с нашим каналом мы выполняем его поэтому пожалуйста им пользуйтесь второе это собственно вебинары вот на одном из них вы присутствуете мы стараемся делать двояким образом во-первых где-то примерно раз в квартал но в худшем случае в полгода мы делаем цикл вебинаров по пять-шесть вебинаров в котором освещаем текущие вопросы ЭБС да ну бывает как правило общие вопросы наши новинки и какие-то критические вещи которые надо донести которые за последние полгода появились да второе вебинар каждый вуз может силами своего библиотекаря заказать у нас бесплатный вебинар для своих сотрудников для того чтобы более подробно осветить ту или иную особенность библиотеки просто обратитесь к своим менеджерам они совместно с вами назначат время и мы проведем для вас такой вебинар вопрос-ответ где желающие смогут задавать вопросы вот вы знаете тут не угадаешь иной раз делаешь вебинар более такой вот фронтальный да когда больше вещаешь и возникает масса вопросов а с другой стороны когда специально людей на вопросы побуждаешь иной раз молчат как рыба не поймешь побудить именно на вопрос-ответ не всегда так просто тут вы знаете когда вопросы-ответы наверное не ну то есть вебинаром надо бы это завершать тут хороший хороший вариант наверное такой что сначала надо провести какое-то в каком-то форуме предварительное обсуждение чтобы были выдвинуто большое количество вопросов их можно было бы сконфигурировать как-то и на них потом ответить ну наверное да наверное это неплохо а ну давайте пойдем по нашим видам взаимодействия да учебный видеопортал я уже сказал что я всем предлагаю на него записаться да вот он наш давайте дам еще раз я большой энтузиаст того чтобы все наши пользователи на него подписывались поэтому еще раз повторю это в чате все да пожалуйста можете вот ой ой два раза сделал прямо сейчас можете на него подписаться да ну в частности вот все вебинары которые у нас проходят они через день-два появляются на нашем вебинаре в специальном плейлисте под названием вебинары в этом вот текущий состав плейлистов наших да ну это разделы так называется в youtube если кто знает работа с учебным порталом lms библиоклуб.ru функционал университетской библиотеки онлайн вебинары записи с конференций семинаров выступлений и специальные три плейлиста посвященные учебным видеороликам это профессиональная разработка учебного контента учебные видеоролики и новой новая рубрика которой мы недавно затеяли это практикум автора учебного контента это специальные учебные видеоролики для тех преподавателей которые хотят делать интерактивный учебный контент и которым мы предлагаем разные инструментарии учим их пользоваться различными различными инструментами из тех которые бесплатные инструменты которые в сети существуют или с каким-то специализированным программным обеспечением как обращаться вот заходите смотрите там все бесплатно и на мой взгляд очень интересные вещи хранятся ну это вот вот такие вот есть у нас ролики посвященные функционалу электронной библиотечной системы про вебинары я вам уже кратко сказал проводим их периодически как ежеквартально так и можете вы заказать техподдержка техподдержку можно обратиться совершенно различными способами если вы любите по телефону общаться то значит соответственно либо по вот этому телефону либо по бесплатному телефону по России вот такому можете позвонить нашу техподдержку техподдержка работает в рабочее время по Москве ну плюс-минус там примерно там в течение 12 часов каждый день ну ночью она не работает вот поэтому если вы в это время попадете то можете сразу получить ответ на ваш вопрос либо можете сформулировать ваш вопрос как например я люблю больше общаться письменно по мейлу или на любой страничке нашей ЭБС нажать на вот такую вот кнопочку да и вот в такой вот форме записать свой свой вопрос или свою надобность или сообщить о том что что-то не работает ну и последний рубеж обороны это ваш персональный менеджер ну это информация больше для библиотекаря если никак проблему решить не удается то для этого есть персональный менеджер который должен все это решить и разрулить все ваши все ваши беды если они возникли пару слов о нашем электронном обучении да как я уже говорил у нас мы как агрегаторы контента хотим работать не только с книжками но и с другими формами контента один одна из этих форм это электронные тесты электронные курсы для этого мы выбрали самую популярную в вузовской среде систему дистанционного обучения которая называется Moodle в настоящий момент у нас реализована одна из самых новых версий Moodle Moodle 2.8 на русском языке и эта система не только для учебного контента тут я ряд слайдов пропущу потому что они посвящены агрегированию контента и покупке контента я хотел бы сосредоточить ваше внимание совсем на другом на том что вы как преподаватели можете совершенно бесплатно войти в наш сервис и создавать там свои собственные электронные учебные курсы если они окажутся удачными вы можете их потом при помощи нашей системы и каким-то образом монетизировать то есть мы можем ваш курс продвигать и вы можете этот курс читать потом на нашей системе для этого у нас есть система дистанционного кроме того вы можете не просто использовать нашу систему дистанционного обучения для создания своих курсов но также пользоваться бесплатным включением фрагментов книг из нашей ЭБС в ваш электронный учебный курс и таким образом строить электронный учебный курс как производное произведение и создавать курс из фрагментов различных книг не обязательно ваших любых других обращаю ваше внимание что это способ абсолютно легальный то есть вставляя такие фрагменты книг вы не нарушаете ничьи права почему да потому что когда вы вставляете такие фрагменты это те фрагменты которые существуют в нашей библиотеке и каждый раз когда к этому фрагменту обращается какой-то студент то автору который доверил нам свой контент эту эту книжку определенный счетчик насчитывает ему вот эти обращения к книжке и он получает свое свое вознаграждение за за это вот поэтому это один из немногих способов использовать чужой контент и не нарушать при этом абсолютно никаких прав если вас интересует данный вопрос вот вам контакты по которым можно связаться вот базовый адрес нашей системы дистанционного обучения всего лишь добавляете три буквы LMS к нашему базовому адресу библиоклуб.ру ну или можете связаться с нашим менеджером который занимается дистанционным обучением по адресу LMS DirectMedia.ru для того чтобы вам было удобнее работать нашей системе мы во-первых создали несколько учебных видеороликов вот скачав мою презентацию вы сможете с этими роликами ознакомиться а также у нас есть бесплатный курс для новичков который позволит вам начать создавать электронный учебный контент в системе дистанционного обучения вот этот курс ведет его да я совсем забыл сказать что нашим порталом руководителем нашего учебного портала является один из лучших специалистов по мудлу в россии ну по крайней мере из вузовских специалистов да юрий николаевич белоножкин он же ведет и вот этот вот бесплатный учебный курс для авторов контента ну и кроме этого курса бесплатного есть еще ряд курсов повышения квалификации уже платных более продвинутых это вот этот вот курс реализация образовательных программ с применением электронного обучения и еще несколько курсов ну о них я могу рассказать подробнее потому что их веду я это курсы связанные с разработкой электронного учебного контента один курс это профессиональная разработка электронного учебного контента вот он такой и есть еще один совсем новый курс который называется учебное видео в электронном обучении значит эти курсы они у нас существуют в двух вариантах во-первых ваш вуз может заказать такой курс у нас как юридическое лицо это одна форма реализации курса ну и кроме того периодически эти курсы запускаются в формате для частных лиц и тогда вы эти курсы можете участвовать в этих курсах как частное лицо уже приобретите приобрести участие в этом курсе и обучаться как частное лицо кроме того так подождите кроме того у нас реализуются разные другие курсы разные направленности да вот в частности из тех курсов которые сделали преподаватели на нашей системе дистанционного обучения ну также и привлеченные лекторы тоже читают у нас свои электронные учебные курсы вот один из этих курсов я хочу вам представить он начнется совсем скоро это восьмого декабря пятнадцатого года вот такой вот курс лекций по юридическому минимуму может будет интересно кому-то из вас или для ваших студентов или для аспирантов описание этого курса хранится в небольшом трехслайдовом трехслайдовой презентации которые тоже есть вот здесь вот в общедоступных ресурсах да вот здесь вот у вас вы можете скачать его и если кому-то интересно просто передавать эту информацию больше об этом сейчас говорить не буду почитаете потом на досуге про это еще один момент который о котором я обещал вам рассказать это возможность использовать нашу электронную библиотечную систему как сервис да в кавычках почему как сервис ну как построены сервисы многие сервисы в интернете открытые да то что вы что-то в них делаете получаете какой-то классный результат интерактивный а потом куда его как его взять вы берете код вставки и вставляете этот код в в любой свой свое произведение в блог в сайт в электронный учебный курс и вот то что вы наделали на том сервисе оно появляется у вас встроенным в ваше ваше собственное произведение ну это собственно концепция веб 2.0 вот на этом основана о том что всюду существуют какие-то вот такие облака в которых что-то классное вы делаете а потом собираете все внутри в вашем собственном производном произведении и таким образом подключаете в ваше производное произведение все вот те вот движки которые реализуют вот все те классные вещи которые в этих сервисах делаются вот так же поступили и мы и поэтому мы в наш в нашу книжную читалку вставили вот такую кнопочку которая называется получить код вставки она позволяет получить код при помощи которого некоторое количество страниц вы можете вставить еще раз повторяю абсолютно легально можете вставить ваш производный труд есть один нюанс если вы используете нашу систему дистанционного обучения вы можете получить код вставки на любое количество страниц из вашей книги если вы хотите этот код использовать где-то на постороннем ресурсе например на своем личном сайте или на сайте вашего вуза или в своем блоге или в другой системе дистанционного обучения то в этом случае объем такой вставки ограничивается тремя страницами но в любом случае и в том и в другом это абсолютно легальный способ использования отрывков чужих произведений в ваших собственных производных производных произведений вот нажимая на этот код на эту кнопочку вы получаете код а потом вставив его например получаете вот такую вот вещь вот здесь я демонстрирую как это выглядит в электронном учебном курсе Moodle вот если мы посмотрим вот эту вот часть внутри нее вставляется книжная читалка из нашего нашей электронной библиотечной системы системы а все вокруг нее это обвязка это Moodle который традиционный электронный учебный курс другими словами вы вставляете вот прямо нашу читалку с заданным количеством страниц заданные книги внутрь электронного учебного курса вот так это просто все осуществляется кстати опять же на нашем электронном на нашем видеоканале есть ролик который более подробно описывает как это делать ну а теперь давайте поговорим об открытых проектах нашего нашей электронной библиотечной системы это во-первых арт-портал это совершенно открытый портал по адресу арт-библиоклуб.ру в котором вы можете найти произведение искусства это более 64 тысяч изображений пяти тысяч авторов из трех тысяч различных музеев эти изображения вы можете оттуда взять использовать в своих своих работах очень удобно для студентов в котором надо иллюстративную базу для для своих рефератов где-то находить что у нас там есть ну во-первых многочисленные жанры стилей направления рубрикаторы поиск и так далее все сделано как полагается в современном мире ну и кроме того у нас есть такой замечательный подпроект который мы называем ортотекой это проект в котором мы каждую неделю публикуем развернутую страницу с выборкой по какому-то направлению искусства или по какому-то по какой-то стране по какому-то по какой-то по какому-то художнику и так далее чтобы понять что это такое давайте я вот дам одну ссылочку на один такой проект который пока еще является открытым да потому что вообще говоря мы предполагаем распространять по ортотеку по подписке это это совершенно новый стиль изложения мультимедийный интерактивный с использованием например таких интерактивных элементов как оси времени или таймлайны со слайдерами очень все красиво сделано в виде таких вот длинных лонгридов как сейчас это принято говорить посмотрите мне кажется вам понравится ну а если вы хотите посмотреть другие проекты да то можете перейти вот по этой ссылочке сейчас я вам сейчас я вам ее тоже дам возможно там многие проекты еще являются кликабельными их еще не закрыли вот посмотрите на мой взгляд это очень интересное направление мы будем его обязательно развивать и будем дальше эту ортотеку все новые ну мы планируем как минимум около двух сотен проектов там сделать да ну вот так выглядит интерактивный элемент который называется таймлайн где можно посмотреть как в какие годы были созданы какие произведения и как они ложатся на ось времени в частности ну что ж все что я вам хотел сказать да вот не сказал еще о проекте который называется энциклопедия он не до конца еще завершен в самом начале нашего моей презентации была ссылка на этот проект тоже интересный проект посмотрите его пожалуйста сами он он должен в ближайшее время быть заполнен запущен в полной мере уже там тоже почти миллион статей энциклопедических почти тысячи изданий справочных и энциклопедических большинство из них правда в формате PDF но есть и чисто текстовые так что вполне достойный энциклопедический ресурс ну что вот все я вам рассказал что хотел что касается преподавателей буду благодарен за ваши вопросы комментарии и предложения я напоминаю что все ваши предложения которые вы сейчас в чате выскажите или высказали они не уйдут мы их соберем и предоставим как нашим руководителям так и группе разработчиков которые дальше будут думать что из этого реализовано можно реализовать может что-то уже реализовано или реализуется и что надо взять на карандаш ну что коллеги какие у вас еще есть вопросы вам тоже разумеется спасибо всегда рад делать вебинар для аудитории которая активно участвует в обсуждении по поводу сертификата значит сертификат по вашему запросу будет выдаваться тем кто принял участие не менее чем в четырех из пяти наших вебинаров Диана Владимировна да это вы хорошо написали спасибо я думаю что если вы можете в крайнем случае и мне послать я перешлю кому надо это вообще говоря посылайте наверное на менеджер директ медиа ру они все соберутся в одном месте тогда да или давайте просто нет лучше все таки мейлом напишите потому что мы конечно по чатам будем эту информацию собирать но лучше явно высказанное вам тоже спасибо Вера Сергеевна ну что ж коллеги я как всегда отключаюсь но еще на пять минут остаюсь в чате если у вас будут продолжаться ваши вопросы я постараюсь на них в чате ответить до свидания с вами было сегодня и все и и и и и и и и